Всем привет, с вами снова славный дружа Обломов. И вы все знали, что это произойдет рано или поздно. Кто-то догадывался, кто-то не догадывался, кто-то опасался этого, но... Я все-таки зажрался. Дело шло к этому уже очень давно, и... Это произошло. Это произошло. Этот ролик, друзья мои, вообще нифига не делай проще, потому что на столе у меня кусок говядины, который 5 дней ехал из Москвы, и который стоит... 28 тысяч. 28 тысяч. За один кусок. Итак, короче, очень каротенечкий экскурс. Почему это мясо нахрен стоит таких денег? Почему оно такое дорогое? Все очень просто, потому что Япония далеко. Япония далеко, а вот настолько жирное мраморное мясо, оно не просто жирное, оно... Я не знаю, это особые сорта коров, их там никому не продают, то есть они стоят охренительных денег, и выращивают, например, кобе, вы, наверное, слышали, там, вагю, кобе. Кобе это вообще место определенное в Японии, где выращивают определенных вот этих вот чудесных коров. А вся фишка в том, насколько это мясо обладает другим вкусом по сравнению даже с обычным мясом для стейков. Но если честно, обычному человеку, вот типа большинству моих подписчиков, я бы тратить деньги на такое мясо не советовал, потому что если ты не уверен, что поймешь, чего это вообще такое, и не уверен, что ты сможешь распробовать, то это вообще неоправданные траты бабла. В общем, уже сам по себе кусок мяса подобного мы пробовали, а сейчас я постараюсь приготовить его с крутым соусом и с, можно назвать, желтки гарниром. Ладно, погнали. Кусок этот стоил капец как дорого. Капец как дорого. Поэтому извиняюсь. Ну, вы поняли. А спонсор видосика... Ой, упал. А ему все равно. Вы знаете, меня крайне прикалывают кексы, которые трясутся над своим смартфоном, как курица над яйцом. Знаете, тряпочкой его протирают, облизывают и всякое такое. А вот спонсору сегодняшнего видосика смартфоном Доги вообще на все плевать. Грязь, вода, все что угодно. Им чихать. IP68. Полная защита от ударов, грязи и воды. Ваш смартфон так может? Да, да, да. Да, я вас слушаю. Два килограмма розмарина и тимьяна. Ему вообще пофиг. Вы знаете, на нем можно даже просто резать лук. Да, детка. Примерно вот так. И вы подумаете, видимо, совсем телефон полное днище, раз ты с ним вот так. А вот и нифига. Железки крайне достойные. Большая батарейка, сдвоенная камера. Все как у крутых китайцев. Только в два раза дешевле. Друзья мои, 7 тысяч рублей за грязи, вода, хрен знает что, непроницаемого, неубиваемого монстрика. А заказать доги можно на Алиэкспресс, поэтому и цена такая низкая. Но где же ссылочки? Они в описании. Очень легко, кстати, разрезать, когда чуть-чуть стейк подморожен. Но он должен разморозиться абсолютно до комнатной температуры. Поэтому мы пока что займемся соусом. Короче, что касается такого уровня говядины, ее делать там в Элдановой или делать из нее обычные стейки, это немножко глупо. То есть стейк можно купить просто филе миньон или фланг, или, не знаю, там, стейк мясника, чакрол на худой конец какой-нибудь. А здесь именно нужно получить во рту тающее вот это говяжье сало. Оно обладает совершенно особенным собственным вкусом. Ну, а если его просто зажарить до корки, конечно, будет вкусно. За что вы отдали такие бабки, будет непонятно. Для соуса нам понадобится чесночок, 2 луковки шалот, а еще соевый соус и бутылочка саке. Сначала возьмем шалот, очистим его от шелухи и меленько-меленько его порежем. И когда я говорю меленько, я имею в виду реально меленько. В общем, нарезаем ультра-меленько. Также возьмем чесночок и натираем на ультра-ультра-мелкой терочке или пропускаем через чеснокодавку. Чайная ложечка чеснока и чайная ложечка имбиря. Теперь берем хороший шмат сливочного масла. Газец. Растапливаем маслице в воке. Я тут экспериментирую с полупрофессиональной посудой. Не обращайте внимания. Имбирь, чесночок и лучок добавляем в маслице и вот так чуть-чуть жарим на не самом сильном огне до легенькой-легенькой прозрачности или легкой золотистости лучка, золотистости. И через пару минут вливаем туда саке и соевый соус. И чуть-чуть загущаем, чтобы все это отдало друг другу вкусы. Солить не надо, соевый соус и так соленый. Как только чувствуете, что начинает подгорать, вырубаем и получается такой липкоклейкий сахарный соус. Важно, народ, этот соус очень мощный. То есть там буквально несколько капель на каждый кусочек говядинки. Он прям, то есть попробуйте, он из-за сладкого лука сладковатый и кисловатый, и слоноватый, достаточно мощный. То есть не нужно им вот так заливать, это вам не бешамель. Ладненько, в чем фишка с мясом? Фишка в том, что нам нужно задать достаточно хорошую корочку, оставив внутри мясо практически сырым. Иначе зачем покупать такую говядину? Так, у меня соль слишком крупная. Сейчас я ее измельчу. Есть, кстати, рецепты, где Кобе говядинку, вагюшную вот эту вот, ее обваливают даже в кофе и обжаривают. Ну, я обычный стейк попробовал обвалять соль, перец и кофе. И типа, что-то мне вообще не зашло. Поэтому соль и перец. Ну, и перебарщивать с этим я тоже не буду. Знаете, чуть-чуть посолил, там жира очень много. Большинство соли с жиром вытопится и останется на сковородке. Ну, вот так, чуть-чуть посолил, чуть поперчил, и получаются вот такие вот брусочки. Чтобы говядина осталась внутри практически сырой, жарить мы будем очень быстро, а для этого нам нужна большая температура и теплоотдача. Жарить будем на вот таком вот листе чугуна. Это толстенный, жирнейший чугун. Я, кстати, его не на стройке украл. Это реально кулинарная штука. Просто тонюсенький миллиметровый слой маслица, и как только все это дело начнет дымиться, выкладываем. Хотя, по-любому, столько жира, что ничего просто не может пригореть. Жарим примерно по 40 секунд с каждой стороны, или типа того. Снимаем, пускай полежат. Пять минуточек. Мы пока займемся сервировкой. Ну вот так. Само собой, оно очень мягкое, и внутри розовое и сырое. Но в этом как бы и тема. Корочка и вагюха внутри. Вагюха. Спешл для подачи я купил вот такое вот блюдо. Это называется сланцевая посуда. Ну, не знаю, типа на стиле. Для подачи будем использовать пару яичных желтков. Я эти яйца положил в чутка тепленькую водичку, чтобы они не были ледяными. А то это может как бы, ну, испортить. Посмотрите. Вот это то, чего я добивался. Корочка есть, но внутри у нас рейр-мясо. Так, аккуратненько нарезаем. Мягкое оно, конечно, просто жесть. Теперь чуть-чуть соуса. Буквально вот так, чтобы попало по нескольку капель на каждый кусочек вагю. И немножечко для украшения капельку микрозелени. Я раньше не знал, что такое существует. Я видел и думал, что это такое? А это, оказывается, микрозелень. Да? Ее используют для украшения блюд. Изысканно выглядит. Ставь лайк, если дружа зажрался в край. И вот так вот на желточки присыпаем мелко-мелко потертым пармезаном. Вот так. И еще у меня тут немножечко васаби есть. Я украшу для тех, кто любит васаби. Сделаю, не знаю, две вот такие красивые полоски. Вот. Жиденькая васаби. И вот в такие конкретно моменты, когда ты держишь в руках сланцевую тарелку. Сланцевая тарелка. Йоколомене. И на ней пармезаном посыпаны желтки. И говядинка вагю. А4 она, по-моему. Это мраморность. Там А5, это самая крутая. Это, по-моему, А4. Есть еще жирнее. И все это с соусом на основе саке. Вот очень тяжело делать скромный вид. Понимаете? Это как... Это как... Я не знаю. Я не знаю. Это как, знаешь, какой-нибудь приют. Что-нибудь донатить. Но приезжая на Бентли. Люди такие. Ну да, спасибо. Но типа скромным быть очень тяжело. Зацените. Тестим. Это нечто. Говядина самая мягкая. Она слегка тепленькая. И просто тает во рту. Соус офигенный. Он... Его вот совсем чуть-чуть нужно сверху. Вот как раз вот столько. И чуть-чуть кислинка послевкусия. Вот это вот луково... Не знаю. Саке. Вот. Не знаю, как сказать. У меня... Короче, словарный запас меня... И словарный запас у меня очень скудный. Поэтому... Передать всю гамму того, что вот тут творится на тарелке... Да я не знаю, сколько может стоить такое блюдо. И вот здесь возникает вопрос. А стоит за это платить или нет? А вот фиг его знает. Объясняю. Это вкуснее, чем обычный стейк. Сильно вкуснее. Но! Оно вкуснее в 5 раз больше по цене. То есть оно в 5 раз вкуснее? Нет. Оно просто вкуснее. Нежнее. Жирнее. Хитрый соус. Пармезан. Вот это вот все. Возня вот это. Но при этом, если просто взять хороший филе миньон или риба или Нью-Йорк. И хорошо пожарить, тоже получается очень вкусно. Это, короче... Тот случай, когда ты за какие-то проценты, 20-30% вкуса, ты платишь кратным, просто в разы увеличением цены. Стоит ли того этот кусок говядины? Для кого-то, наверное, да. Но в сухом остатке я прекрасно понимаю, что это неадекватное бабло. У меня-то понятно, типа есть спонсор, я сделал шоу, заснял что-то красивое. Но даже если у тебя зарплата 100, 200, 300 тысяч рублей, тратить тридцатку на килограмм мяса, это лютый бред. Это лютый бред. Огромное спасибо всем, кто ставит пальцы вверх моему криворукому творчеству. А с вами был славный дружио обломов. Кушайте много, кушайте вкусно. Колокольчик, подписка на канал, комментарии, что я зажрался. Оставьте обязательно комментарий о том, что я зажрался. Посмотрим, сколько таких людей. Ну и если кто-то еще не поставил лайк, потому что думает, что я не зажрался, вот теперь пора. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА